КОНЕЦ Нелепые запреты России или методы давления Кремля. И как на самом деле работают производства в России, когда гостами даже и не пахнет? Смотрите прямо сейчас в гражданской обороне. Когда враг у ворот, поневоле начинаешь задумываться. А с чего же все началось? Какие войны уже развязывала Россия по отношению к Украине? И почему все вопросы всегда решались старшей сестрой с позиции силы? В Россию больше не будут ввозить молочную продукцию украинского производства. Роспотребнадзор приостановил ввоз в России украинских соков, в том числе и для детского питания. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко запретил ввоз в Россию украинских конфет марки «Рошен». Это нарезка российских новостей только за 2013 год. Необоснованные экономические санкции России по отношению к Украине стали болевым приемом, который не используют честные игроки. Хотя наши эксперты утверждают, что такое поведение Российской Федерации как раз не исключение, а ужасающее правило. Вести переговоры с позицией силы – это конек Кремля. Украина и российских отношения знают десятки торговельных войн, которые Россия вела против Украины. Это не выховывающие войны энергетические, когда Россия использовала газ в качестве важного тиска на Украину. Причем это началось еще больше 10 лет назад. Но мы хотим более подробнее остановиться на торговых войнах, которые Россия неоднократно в одностороннем порядке развязывала против Украины. Запрещая ввоз нашей продукции на свои рынки, русские тем самым нарушали договор о создании свободной зоны торговли на рынках стран СНГ, первый из которых был подписан еще 20 лет назад, в 1994 году. Были сырные войны, которые Россия проводила. Таких войн было десятки, когда обмеживался. Остальные, до речи, сейчас тоже действует полная заборона на постачание украинских сырей сегодня на территории Российской Федерации. Молочные войны, когда вся молочная продукция предпадала. Мясные, когда заборона на постачание украинского мяса, яловочин, свинина и продукцию, война украинская, горилчина продукция не постачалась. Потом кондитерская продукция, когда заборона на постачание будь-яких кондитерских вырубов, которые на украинской территории вырублялись. Что интересно, Украина никогда не позволяла себе такого. Ограничения на российскую продукцию вводились лишь в крайних случаях. Например, если начиналась эпидемия. Тогда, естественно, согласно мировым санитарным нормам, этот товар запрещали ввозить в страну. Чего нельзя сказать и России. Она без предупреждения вводила санкции или ограничивала, например, ввоз сталепрокатной продукции. Под запретом оказывались десятки позиций украинского вина, сыра, молочной и мясной продукции. Но что самое интересное, Украина никогда не подавала в Международный суд, хотя имела для этого все основания. И позовы были бы однозначно выигрышными, потому что это протеречило десяткам угод, которые Украина подписывала с Россией. Ну и след сказать, что, в принципе, настолько нахамно и цинично, Россия поводится не только по отношению к Украине, а до всех наиближших соседей. Все это делалось с единой целью – расшатать экономику Украины и дать возможность продвинуть свои товары, которые не были конкурентоспособными. Это делалось необычно для того, чтобы создать преференции для российского аналогичного бизнеса, который производит продукцию за стандартами набагато нижче и ниже, чем это происходит в Украине. Або тогда, когда нужно было добиться серьезных политических и экономических поступков с боку украинского уряда. Как ни странно, но такие экономические войны продолжались и во время руководства страной, дружественного для России правительства Азарова. За часы Януковича таких войн велось максимально количество. За все часы, другое сказать, что пока президент там еще был Борис Янцем, такие войны, они происходили очень редко, скажем так, и они не продолжали долго. Но от такого экономического террора Россия пострадала не только Украина. Грузия, Молдавия, страны Балтии – все эти страны неоднократно несли миллионные ущербы из-за ограничений, которые вводила против них Россия. Для Республики Молдова это было реальным ударом по экономике после того, как президент тогдашней этой страны, пан Воронин, отказался от плана Козака, который мог регулировать Приднестровский конфликт за российским рецептом. Когда Россия наложила эмбарго на молдавское вино в первый раз, для них это было шоком. Ведь около 80% его поставлялось на российский рынок. Когда вдруг забороняли, количество вина не уменьшилось, но только 10% поставки шло на рынок Российской Федерации. Почему Украина не обращается в ВТО и не введет ответные санкции на российскую продукцию, которую продолжают спокойно экспортировать к нам в страну? Вопрос так и остается открытым. Это дает шкоды украинским виробникам. То есть мы избавлены возможности экспортировать в Россию все, кроме того, что нужно для военно-промислового комплекса России. То мы, соответственно, должны ввести эмбарго на продукцию России, всю продукцию за вынятком энергетических товаров. Только за 2014 год Россия запретила увозить из Украины сладости, рыбные и овощные консервы, молочную продукцию, соки, картофель, спиртные изделия. Объяснения главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко расплывчатые и непонятные. Процесс проверки идет. Если вы зададите мне вопрос, а когда это кончится, я вам отвечу, я не знаю. Якость украинских товаров, она намного выше, чем у российских, если мы берем харчовую промышленность. И не дарма, сейчас наше сельское хозяйство, по сути, прокладает себе дорогу до рынков ЕС. И очень много сертифицированных продукций мяса, овощей, которые экспортируются в Евросоюз. Говорить же о качестве российских товаров действительно не приходится. Скандал в Омске явно этому доказательство. Это не экранизация стихотворения Джани Радари «Чем пахнут ремесла», а будни Омского сырзавода. Банки, банки накачали на сырье мы. То, как и кем осуществляется производство, вся Россия узнала после того, как работники этого завода выложили видео в интернет. Необычный досуг сотрудников Омского сырного завода стал поводом для проверки Роспотребнадзора. Работники предприятия выложили в интернет фотографии, где они купаются в бадье с молоком. Грязные помещения, раздетые работники. Но это еще не все. Всех просто повергли в шок фотографии, на которых мужчины купаются в молоке. То, что этот сыр потом ели жители всего Омска, факт доказанный. Дата на упаковке совпадает с датами на фотографиях. Страшно и представить, как работают другие предприятия в стране. Хотя, что тут представлять? Просто смотрите. Колбасный цех. Вот так мы делаем колбасу! Охрененная колбаса! Посмотрите, как с пола собирает фарш. Посмотрите. Ешьте нашу колбасу! Отсутствие простейших санитарных норм, нарушение производства и элементарное неуважение покупателя могли спровоцировать сотни, а то и тысячи отравлений. После того, как колбасные изделия теряют срок годности, магазины за копейки перепродают их обратно на завод. Эти сосиски засыпают в кутер и перемешивают со свежим фаршем. И снова пускают в производство. Куда смотрит Роспотребнадзор? Непонятно. Все нормально, ребята. Все круто. Это Россия. Кмыш, которая, возможно, является переносчиком опасных инфекций, сидит в мясном прилавке и спокойно пожирает мясо. И самое шокирующее, что до этого никому нет дела. Советник министра внутренних дел Антон Герасченко считает, что до 2014 года Украина не была поистине независимым государством. Независимым от настроения и давления России. Россия фактически постоянно нас держала то на газовой игле, то на экономической игле. Поэтому постоянно, как только Украина пыталась освободиться от их России, Россия пыталась показать, то она будет влиять через то, что запретит импорт сыров, то других продуктов питания. И поэтому, чтобы сегодня не зависеть от того, с кем воюешь, следует расширять горизонт и ориентироваться на все доступные рынки стран мира. Нужно всячески давать поддержку тем предприятиям, которые осваивают экспортные виды продукции, которые замещают в те виды товаров, которые раньше поставлялись в учительной Российской Федерации. Всем следует всегда помнить, что в мире нет ни одной страны, которая обеспечивает себя самостоятельно. Украину это должно мотивировать. А Россию задуматься, если она окажется в полной мировой изоляции, к чему все и идет, сможет ли она прокормить себя самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok